Издательство Бомбора. Океан книг. Лора Малина Сейлер. Ты вся светишься, как зажечь внутреннее солнце и найти путь к счастью. Предисловие. Это аудиокнига для тебя. Хоть мы и не знакомы лично, но я написала ее специально для тебя. Зная, что вы с моей аудиокнигой обязательно встретитесь. Я написала ее, потому что для тебя настало время вспомнить. Вспомнить, как ты светишься изнутри и какая безграничная сила скрыта в тебе. Вспомнить, как ты прекрасна. Именно поэтому ты сейчас слушаешь эту аудиокнигу. Ты готова. Она позволит узнать себя настоящую и забыть прошлую. Она залечит твои раны и наполнит жизнь чудесами. Я знаю, ты обратилась к моей аудиокниге и сейчас слушаешь эти строки, потому что так же, как и я, ищешь. Ищешь доверие и путь к внутренней наполненности, к гармонии с собой. Путь, что успокоит твою старую боль, чтобы ты вновь смогла искренне доверять. В этой аудиокниге я открою свое сердце в надежде, что смогу открыть и тронуть твое. В ней собрано все то, что я бы мечтала знать намного раньше, чтобы освободиться от сковывающих меня догм и научиться вновь верить в себя. Ты поймешь, как сама создаешь события в своей жизни на основе внутренних убеждений и узнаешь, как их можно изменить. Моя аудиокнига не случайно оказалась у тебя. Так же не случайно, как и то, что ты живешь на этом свете именно сейчас. Ты родилась, чтобы сделать мир ярче и прожить жизнь полную радости и любви. Ты родилась, чтобы засиять и раскрыть свое божественное естество. Ты – часть силы, что движет Вселенной, Вселенная внутри тебя. Все вокруг взаимосвязано. Ты будешь счастливой. Вступление. Сознание первично. Это изначальное состояние без начала, без конца, без причины, без основы, без составных частей, без изменения. Нисаргадатта Махарадж. Что посеешь, то и пожнешь. Одна замечательная история из индийской мифологии рассказывает, что раньше все люди были богами. Но они начали злоупотреблять своей божественностью, поэтому Брахма, бог всех богов, решил спрятать ее там, где люди ее никогда не найдут. И чтобы найти такое надежное место, Брахма созвал других богов на помощь. Один из них предложил закопать ее глубоко под землей. Брахма ответил, нет, этого недостаточно. В один день люди докопают достаточно глубоко и найдут ее. Тогда боги предложили спрятать человеческую божественность в глубинах океана. На это предложение Брахма ответил, рано или поздно люди доберутся и до глубин всех океанов. Тогда они найдут свою божественность и поднимут ее на поверхность. Тайник даже в самой глубине океана ненадежен. И снова задумались боги, где же можно спрятать божественность человека. В конце концов они предложили, спрячем божественные силы в самом дальнем уголке Вселенной. Там человек уже никогда не сможет до них добраться. Брахма терпеливо выслушал, что боги предлагали ему, затем он ответил. Придет тот день, когда люди покорят все вокруг и вновь заберут себе божественность. Даже в космосе ее невозможно спрятать. Тогда боги спросили растерянно, где же нам спрятать божественность? Ни на земле, ни в море, в целой Вселенной нет такого места, где бы люди ее не нашли. Мудростью были полны слова Брахмы. Я знаю, что мы сделаем с божественностью человека. Мы спрячем ее глубоко внутри самих людей. Это единственное место, где они не будут ее искать. Легенда заканчивается так. По прошествии долгого времени человек полностью захватил мир. Отправился в космос исследовать Вселенную, нырнул глубоко, взлетел высоко и зарылся в самые глубины Земли. Только в самом себе он искал недостаточно хорошо, чтобы найти собственное «я». Ключ к наполненной жизни уже находится внутри тебя. Эта аудиокнига даст смелость взглянуть глубоко внутри себя в поисках своего настоящего естества и божественного внутреннего сияния. Ты встретишься со своей творческой силой и начнешь жить, используя весь свой потенциал. Ты объединишься с энергией безграничной любви, с той творящей силой, что стоит за всем во Вселенной. В гармонии с этой энергией ты освободишься от страхов и сомнений. Ты будешь двигаться в потоке Вселенной, и вы будете творить вместе, растворяясь друг в друге. Духовный рост – это важнейший этап развития жизни, который освободит тебя от страхов, сомнений и саморазрушения. Никакие деньги, работы или путешествия не смогут сделать этого для тебя. Наполненность, гармонию, которую мы все ищем, нельзя найти вовне, она исходит изнутри. Из-за постоянных страхов быть неидеальными или потерпеть неудачу, и из-за ежедневного душевного самоуничтожения, мы закрываем себе пути развития собственного потенциала и проживаем неполную жизнь. Мы сами строим себе эмоциональную тюрьму, откуда наши мысли, как надсмотрщики, нас не выпускают. Изменив свое сознание, ты спасешься из тюрьмы разума и эмоций, которую сама, не замечая, построила, и сможешь наполнить свою жизнь радостью и гармонией. О силе внутренних убеждений Самый важный вопрос во Вселенной – кто я? Ответ на него определяет всю твою жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok